В Красноярске обстреляли дачу журналиста Дмитрия Полушина. Пишут такие заголовки в некоторые красноярские паблики. Не переживайте, это лишь громкий заголовок, а пулевое отверстие в окне на террасе всего лишь одно. Предположительно, от пневматического ружья. Восемь лет назад в заброшенном садовом товариществе купил заросший бурьяном участок и с нуля здесь вместе с соседом построил маленький домик 5 на лет. Постепенно строил грядки, забор. Наконец дошли руки и до террасы для того, чтобы ее остеклить и можно было здесь собираться вплоть до ноября. Сегодня утром увидел здесь, в стекле, следы от пули. Судя по тому, что стекла вылетели на стол, стреляли снаружи. И по маленькому отверстию в стекле могу сделать вывод, что это либо мощный пневматический пистолет, после апгрейда, со скоростью пули около 180-200 метров в секунду, либо пневматическое ружье уровня турецкого Хатсана с усиленной пружиной. Поскольку до забора, откуда предположительно и велась стрельба, здесь порядка 20-25 метров. Мой участок огорожен двухметровым забором, и я сомневаюсь, что стреляющий через него как-то перелазил. Скорее всего, он подошел к границе соседского участка, где забор всего лишь где-то метр 30-40 метров. Поставил ружье, выстрелил и уехал. Подозреваю ли я кого-то в этой стрельбе? Конечно, подозреваю. В 90-е всплыло много всякой швали, решившей, что им все позволено. Недругов хватает. И политических оппонентов. И тех лиц, кого я либо критиковал, либо высмеивал в своих видео. Но стрелять из пневматики, на мой взгляд, слишком мелкий, ничтожный калибр для этих масштабных личностей. Скорее всего, если бы они хотели поквитаться, стреляли бы из чего-то помощнее. Но, признаюсь, и эта мелкая пакость неприятна. В соцсетях я сразу написал, что не планирую обращаться в полицию. Ну, во-первых, потому что это мелочь, никто не пострадал, ну, разбитое стекло, его заменю. Это не тот случай, чтобы ставить на уши полицию. Да и признаться, в прежние случаи, когда мне приходилось обращаться в полицию, никаких результатов не было. Впервые в полицию, тогда еще, наверное, в милицию, я обратился в нулевые годы, когда в результате кражи со взловом у меня украли спортивный велосипед. Тогда правоохранители не нашли ни велосипед, ни тех, кто его украл. В 2020 году я обращался в Красноярскую полицию с заявлением на якобы журналиста Эдуарда Петрова, который меня оклеветал. Собрав вот такой том материалах дела, никакого хода руководство Красноярской, я думаю, краевой полиции, тому делу не дали. Эдуард Петров, как и его программа, являются пристройкой или еще одним отделом пресс-службы и пиара МВД для информационных вбросов и сведения политических счетов. Ни о какой журналистике там речи не идет. И возбуждать уголовное дело о клевете в отношении своего подопечного, по сути, своего сотрудника, естественно, МВД не захотело. В августе 2021 года на выборах мне набили морду. Несмотря на несколько ударов, нанесенных по лицу, Следственный комитет за месяц не удосужился возбудить уголовного дела, а заволокитил проверку, расследование, а затем отправил дальними путями в суд. И тогда наша судебная и правоохранительная система поставила меня перед фактом необходимости защищать себя самому. Государственная власть и силовики ясно дали понять, что не собираются защищать и решать проблемы тех, кто их критикует. Тот, кто не лоялен к политике единой России, тот, кто находит изъяны в работе силовиков, тот, кто рассказывает о коррупции людей в погонах, по сути является не гражданином России. Обязанности у тебя есть, а вот прав нет. Надо ли обращаться в полицию? Я думаю, бессмысленно. Вот когда убьют, тогда и приходите. Друзья, знаю, что среди зрителей много тех, кто пострадал не только от какого-то хулиганства, но и от несправедливого правосудия, от произвола силовиков. И вам никто не может помочь. СМИ ваши истории и ваши жалобы не интересны. Вы годами обиваете пороги и не можете добиться справедливости. В описании видео и в первом закрепленном комментарии указан электронный адрес нашей редакции newssobaka.crasnews.com Напишите мне о своей проблеме. Если это в моих силах, я постараюсь вам помочь снять видео, выложить его в YouTube. Там же, в описании видео и в первом закрепленном комментарии способы поддержки нашего канала. Как вы понимаете, поддержка нам периодически требуется. Все будет хорошо. Прорвемся. Всего вам доброго, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok